всех приветствую подписчиков гостей канала это мая в общем сегодня хочу показать как я сделал фрезерный столик своими руками и весьма бюджетно но так как у меня или присутствует в гараже сварка сделал я металлическую раму вы можете сделать деревянную без разницы с помощью гвоздей все это сбить таким образом значит рама выглядит это профтруба и между собой закреплены уголками и по столешницу уголок с левой стороны я разместил удлинитель закрепила с помощью саморезов здесь у меня на две розетки дополнительных и включить выключить фрезер все это в общую сеть питание гаража подключаем и все таким образом значит с ней в нижней части рамы я закрепил два колесика вот таких вот два колесика которые можно фиксировать с помощью не колесиков можно перекатывать станок из угла в угол как говорится и с другой стороны мебельные регулируемые ножки если где-то неровности на полову всегда можно подрегулировать чтобы не катался не шатался лестница вот такая значит фанера десятка фанере пропил сделан под фрезер под его площадочку довольно таки грубо выполнена но тем не менее пропил сделан с обратной стороны так но у фрезы у фрезера какая модификация ручки откручены и зажата кнопка с помощью хомутика здесь вот имеется регулировка оборотов нижней части фрезер у меня использован мало мощный диолт он куплен давно и поэтому не имеет таких характеристик уж мощных но в принципе у два прохода можно что-то фрезеровать с этой стороны сейчас я его положим так сделаю объявление большое после видео обязательно поставьте лайк и перейдите на следующее видео у меня есть еще по цирку циркулярки видео так вот смотрим с этой стороны я наклеил паркетную доску 3 дощечки паркет сам по себе имеет структуру такую плотную износостойку в паркете значит сделал выборку вот вот такую шину сюда можно что-то дополнительно ложит упоры какие-то дополнительные они сделаны параллельно сделаны две линеечки и здесь вот посередине значит пластина пластина она вкручена с обратной стороны мебельные гайки а здесь двумя винтами она крепится выкручиваем второй винт и можно полностью с это металлической это где-то на 5 миллиметров пластина вырезанный квадрат вытащить фрезер значит из основания все сделано заподлицо когда проходим каким-то бруском своим нигде ничего нет не должно цепляться здесь не здесь точно по краю я закрепил вот такой декоративный алюминиевый уголочек он больше служит для красоты ну чтобы не отбивались края углы но больше для красоты симпатично смотрится так тоже отфрезеровал вручным фрезером край чтобы вот это все шло за подлецу значит площадку упор из дсп площадочка упор из дсп входит таким вот образом с помощью здесь просверлено отверстие и также забиты мебельные галечки подтягиваются с помощью вот таких самодельных барашков значит был приваренным барашек вот ведь он закручивается и затягивать цветы из этой стороны вот так и в нужном нам положении мы можем вот 35 миллиметров закрутить и зажать здесь тоже такая шина сделано в дсп выбрана фрез фрезой и вклеен алюминиевый профиль сами алюминиевый профиль я использую вот такие не только в магазине это 25 на 25 миллиметров квадрат это 20 на 10 но этот я покупал мне он не понадобился вот видите они друг друга идеально заходят остается только располовинить в этом случае с помощью циркулярки я на циркулярном столе прошел располовинил после этого сюда вклеим здесь фрезой прошелся таким образом десяткой фрезой и все получился здесь паз и вклеил для чего вот это планочка сейчас я объясню это все для подпора видим вот такое приспособление тоже с помощью таких же барашков можно регулировать поджим и подключить ее с помощью вот такая вот линеечка здесь два брусочка прикручено отверстие и два болта все головка болта заходит внутрь видим и подтягивается потом выставляем нужное нам это и подтягивается обратная сторона то есть обычно такой упорчик наверно после обзорчика видео я сделаю пару прогонов покажу что можно как отфрезеровать в работе вот так значит осталось мне по этому станочку показать опускаемся вниз планом здесь значит полочка я здесь организовал лифт закрываем эту полочку дощечками сюда что-то можно подкладывать а лифт вот такого плана обычная помог на 14 шпилька гайка приваренных пластине площадочка прикручена саморезами все с обратной стороны насквозь просверлено сначала не угадал и пришлось несколько раз тут сверлить чтобы подгадать ровно по центр теперь она просто отсюда ставится просто вставляется докладываем недостающие детали и теперь видим что край обработан с помощью болгарочки вот так заострен под вот такой деревянный брусочек забит сюда подшипник не знаю 202 или как назвать без разницы какой есть в общем старый подшипник сюда забит диаметр внутреннее отверстие теперь совпадает со шпилькой то есть накладываем все с помощью силы трения она никуда не дается а поднимается сейчас давайте продемонстрируем выкручиваем шпильку уход где-то ну надо штангелем мерить вот видим фрезер пошел подниматься один оборот где-то пол миллиметра но это штангелем всегда можно замерить сейчас точно не помню видим до подымается снять фрезу и поменять дело недолгое то есть берется два ключа откручиваем гайку все подымаем чуть вверх там цепляем стамеской все выдергаем новую вставляем когда вставляем в новую фрезу не до конца надо в цангу оставлять на тепловое расширение по пару миллиметров выставляем обороты обороты выставили теперь можно пройти брусок край дощечки а те награды на все и проходим еще на чистовую видим прекрасно выбран пазик да видно как выбран хорошо пазик чистенько что требовалось доказать все а дальше мы можем любые цеплять мят уже тут небольшой наборчик образовался всякие галтельные и различного профиля все здесь я ничего не подбирал я сразу под самую большую выбрал вот у меня есть самый большой фреза сразу отверстие сделал здесь начинают там некоторые блины делать разных но это тоже хорошо в принципе но это очень сложно у меня одно общее отверстие все фреза выходит выброс идет стружки вниз сбоку я как бы не тороплюсь никакого пылесоса пылеотсоса нету под забилось окошечко немножко прочистил так пальцем и дальше строгая но видите все гладенькая чистенько прошлись идеально считаю так что вот такой стол сделан своими руками в гараже обычно он как рабочий стол используется когда мне надо что-то отфрезеровать я быстренько поднимаю фрезер ставлю упорчик и пошло дело как говорится если понравилось ставьте лайк заходите на мой канал смотрите плейлисты может еще чуть выберите посмотреть и до новых встреч друзья пока кому не понравилось можете ставить дизлайк устраивать срач комментах критиковать все дозволено